В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Сергей Прохоров. Добрый вечер. Смотрите в этом выпуске. Беларусь и Польша будут работать над увеличением уровня взаимного товарооборота. Евгений Горин из Дворца независимости о ходе переговоров. Перепись населения Беларуси пройдет в 2019 году. Соответствующий указ сегодня подписал президент. Искать работу самому и быть безработным не больше 18 месяцев. В Беларуси вступила в силу новая редакция закона о занятости. Дмитрий Байрович о нюансах документа. Как баррель повлиял на рубль, сколько денег потратили на осенних ярмарках беларусы и чем короткий кредит выгоднее длинных займов. Об этом и не только через несколько минут. В экономическом обзоре Юрий Таболин. В Беларуси идут сильные ливни и шквалистый ветер. В стране объявлено штормовое предупреждение. Новые точки роста торгового оборота Беларуси и Польши. О том, что сотрудничество между странами необходимо поднимать на новый, более высокий уровень, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с заместителем председателя Совета министров, министром развития и финансов Польши. Проекты сегодня обсуждали и бизнесмены двух стран. Участники экономического форума «Добрососедство» пообещали удвоить товароборот между странами уже в ближайшие годы. Кроме того, Польша может стать проводником Беларуси в ВТО и электричество со Стравецкой АЭС в Европейский Союз. Евгений Горин подробнее. Этот польско-белорусский бизнес «Понедельник» в Минске интересен не фактом своего проведения. Форум деловых кругов двух стран, события традиционные, уже 20-е по счету. Правда, сейчас в столицу Беларуси приехало рекордное число польских бизнесменов. И именно здесь прозвучало намерение практически удвоить цифру товароборота до 4 миллиардов долларов. Проекты, которые реализуются польскими компаниями, незначимы. Это и строительство второго корпуса гостиницы «Виктория» в городе Минске, который был построен как раз так к чемпионату мира по хоккею и сейчас пользуется популярностью. Нынче завершается проект по строительству завода горного воска на территории Пуховичского района, который позволит выпускать новые инновационные продукты. Расширяется сотрудничество между польскими и белорусскими компаниями. Создано очень много совместных предприятий. С начала года товароборот с Польши вырос уже на 10%. В прошлом году страна была на седьмом месте государств, финансирующих белорусскую экономику. В этом году ожидается, что прямые инвестиции из Польши превысят 200 миллионов долларов. А всего-то два года назад ставила задача достичь цифру вдвое скромнее. Программа «Минимум бизнес-форума Добрососедства» — 10 совместных проектов. Беларусь предлагает Польше развивать сотрудничество по самому широкому кругу — от промышленности до культурного обмена. В экономике мы не потеряли, как в политике контакта. Тем не менее, планку эту надо поднимать очень высоко. Конечно, в данном интернет-отношении может быть только экономикой. Других, наверное, вариантов нет, потому что экономика — это интерес. Здесь сконцентрированы мощь государства и благосостояние народа любого государства. Мы заинтересованы в создании совместных предприятий. Есть такое желание, если мы окажем всяческую поддержку для создания польских предприятий или чисто польскими активами и капиталами, или же совместных предприятий. Здесь думаю, что Польша будет заинтересована в таком же ответе для Беларуси. Торгово-экономическое сотрудничество является хорошей базой для развития взаимодействия в других областях. Польша является пограничной страной в ЕС для выхода на восток, а Беларусь является пограничной страной для выхода стран ЕС на запад. Данный нюанс мы можем также совместно использовать, в том числе в рамках развития шелкового пути. Уже сегодня до встречи с вами мы говорили о белорусских тракторах и поставках белорусского цемента в Польшу. Пока деловые круги договариваются, в правительстве снимают барьеры. На встрече с премьер-министром Беларуси говорили об обмене опытом по вступлению во Всемирную торговую организацию, а также о возможном сотрудничестве Польши в поставках электроэнергии в Европу с будущей белорусской АЭС. Мы проанализировали детально все наши возможные направления, поставили перед собой задачу в ближайшие два года товарооборот довести до 4 миллиардов долларов. Правильно назвал господин Моровецкий, что наши границы это большие ворота запад-восток, восток-запад, и мы должны по полной программе использовать это геополитическое положение. Были подняты вопросы, которые мешают бизнесу с нашей стороны или со стороны наших соседей. Выданы поручения по снятию этих барьеров. И в принципе мы почти их сняли даже на заседании сегодняшней группы. Форум деловых кругов собрал полтысячи участников. Крупные проекты обозначились сразу. Это возможное создание ветропарка в Гродненской области, теннисного центра в Минске, торгового комплекса и производство йогурта в Гродно, мебельная фабрика в Могилевской области. Через два года появится белорусско-польский центр IPO. Предприятия смогут размещать свои акции на национальных биржах и получать деньги для развития. Самые дешевые деньги это на ресурсы в фондовых биржах. Но надо на эти биржи выходить. Конечно, не сегодня, не завтра. Но после завтра уже надо. Второе, то хотели бы подписать меморандум по модернизации трамваев в Витебске. Это подготовлено, это очень важно. Это уже инвестиция с участием, с использованием международных средств. Белорусский и польский бизнес ищут новые формы сотрудничества. Однако и уже успешных проектов хватает. Созданных не по формуле купи-продай. Белорусско-польские производства, делающие продукт с высокой добавленной стоимостью, не редкость. Сейчас у нас еще и королевские грибы выращивают, кроме шампиньонов. Это предприятие первым в Беларуси начало выращивать шампиньоны. Оборудование, композ, торф и технологии польские. Рабочая сила около 400 человек белорусы. За 8 лет существования компания увеличила мощности с 90 до 600 тонн. Скоро на территории свободной экономической зоны откроется уже четвертый комплекс. Главное же направление для экспорта – Россия. Сотрудничество складывается на очень высоком уровне. Предприятие также использует польское оборудование. Так что, можно сказать, работаем в кооперативе с польскими компаниями, имеющими рынки сбыта. И мы будем стараться все это дальше развивать на территории Беларуси. В Польше начата работа по созданию производства грузовиков МАС. МТЗ инвестирует в развитие собственных проектов. Потенциально эта страна – перспективный партнер для Беларуси. Историческое развитие наших государств проходило рядом. Отсюда – близость обычаев и традиций менталитета религиозных убеждений. Католическая конфессия в Беларуси – вторая по читенности после православной. Географически Польша – самый близкий крупный партнер из ЕС. Мы построили 3 большие заводы в Глодне за около 25-30 миллионов евро. Не только цементных, гипсовых, а тоже в битумных материалах. Мы очень довольны, что наш бизнес развивается здесь очень хорошо. Я всем говорю, что Беларусь – это самая хорошая страна для инвестиций. Впечатления от Беларуси Матеуша Моровецкого совпали с ощущениями двух его детей. Они ему рассказывали о нашей стране. А он здесь впервые. Однако явно не в последний раз. Каждые полгода договорились проверять реализацию совместных проектов. Евгений Горин, Петр Бутрим, Юлия Матяш, телекомпания СТВ. Перепись населения в Беларуси пройдет в октябре 2019 года. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства. Масштабная кампания в суверенной истории республики проводится в третий раз. Для предстоящей уже подготовленной переписной листы белорусам предстоит ответить не только на базовые вопросы о месте жительства, доходах и условиях быта, но и на новое, продиктованное временем. По традиции граждан посетят на дому регистраторы с фирменными чемоданчиками. Кроме того, белорусов готовы принять и на стационарных участках. Для заполнения переписных листов в 2019 году впервые будут использованы планшеты. Новые технологии в действии отработают еще накануне. Как ожидается, в будущем году в Молодечно пройдет пробная перепись населения. Переписные листы у нас будут загружены сразу в планшетные компьютеры, которые будут выданы переписному персоналу. Причем в этом переписном листе 20% информации уже будет заполнена из регистра населения. Остальные 80% это будет непосредственный опрос. Перепись населения – важнейший инструмент социально-экономического прогнозирования в любом государстве. Демографические данные нужны, чтобы грамотно принять решение о строительстве школ и дорог, разработке бюджета, выделении средств на здравоохранение, культуру и спорт. В нашей республике эта масштабная кампания проводится раз в 10 лет. Принуждение к увольнению или скрытое сокращение нарушают права сотрудника. О том, как защитить трудящихся в таких ситуациях, говорил сегодня президент Александр Лукашенко на встрече с главой профсоюза в Беларуси Михаила Мордой. Издержки производства некоторые руководители пытаются решить за счет людей, не продлевая контракты или создавая мотивацию для добровольного увольнения. Как отметил Александр Лукашенко, в социальном государстве защита прав трудящихся – главная цель. Федерация профсоюзов внесла ряд предложений, как гарантировать квалифицированным кадрам рабочее место. Меняет существенные условия труда и, условно говоря, делают 8 часов в неделю только работы. И если ты не желаешь, ты можешь уволиться. Это по соглашению сторон. Соответственно, человеку ничего не выплачивается. То есть, мы сегодня внесли предложение, чтобы повысить правовую защиту тех, кто работает на контракте. Если ты отработал на контракте год и к тебе нет никаких замечаний, с тобой должен быть продлен контракт на максимальный срок. То есть, когда у человека сегодня на год, а следующий год еще на год, еще на год, и человек не понимает, вообще продлят с ним контракт или сегодня контракт не продлят. И он в таком подвешенном состоянии. На встрече также затронули модернизацию белорусских профсоюзов. Она будет продолжена. В настоящее время оптимизируются все отрасли экономики. В ФПБ не исключение. С начала года были объединены отраслевые профсоюзы промышленности, транспорта, лесного хозяйства и энергетики. Всего же необходимо реорганизовать 15 таких объединений. Сейчас в Беларуси почти три десятка отраслевых профсоюзов. Их оптимизация – мировая тенденция. Например, в России ведется работа по объединению семи промышленных профсоюзов. В Германии ранее действовали 22 таких объединения. В настоящее время в два раза меньше. В Беларусь вступила в силу новая редакция «Закона о занятости». Документ уточняет права и обязанности сотрудников, а также нанимателей. Больше всех изменения коснутся безработных. Им дадут больше стимулов найти свое трудовое место. Обо всех нюансах и нововведениях Дмитрий Боярович. У Дарьи новая не только стрижка, но и работа. В этой парикмахерской девушка работает два месяца. Место нашла сама. Взяли даже без опыта. Теперь бывший учащийся колледжа – профессионал. Современная молодежь, я думаю, она настолько продвинута, если все владеют компьютерами, телефонами. Я думаю, что вполне могли бы самостоятельно заниматься поиском работы. Мотивацию найти работу прописывает и новая редакция «Закона о занятости». Больше всех почувствуют на себе изменения безработные. Теперь в таком статусе можно находиться максимум полтора года. Раньше три. Это тоже для того, чтобы лежать на печи, не было желания. Граждане, состоящие у нас на учете, многие не мотивированы к труду, а как бы приходят за статусом безработного, активным поиском работы не занимаются. На 21 октября на учете состояло 6,6 тысяч безработных граждан. Количество вакансий, заявленные нанимателем, 8,4 тысячи. Тянуть резину с собеседованием также станет сложнее. К работодателю соискатель должен прийти максимум на второй день. Это после того, как он получил направление от центра занятости. Последний, кстати, сам процесс поиска работы будет контролировать. Будет карточка безработного, в которой будут отдельными страничками вноситься сведения нанимателя об обращении конкретного безработного лица к нему за трудоустройством. В первую очередь это надо для попавшего в жизненную ситуацию, связанную с поиском работы безработного. Это стимулирует к поиску работы. Помогать будут тем, кто в отпуске по уходу за ребенком. Мамам предложат курсы. Бесплатные, по той специальности, которую женщины выберут сами. Это прописано в новой редакции закона. Посодействуют и молодежи без опыта. Направив, стоит только захотеть, нанимателю, который не против принять такие кадры. Это дает трудоустройство, первое трудоустройство. Это дает трудовую книжку, запись. Такие люди уже с большей возможностью востребованы на рынке труда. Согласно новой редакции, впервые в Беларуси вводится категория сотрудников, которые находятся под угрозой увольнения. Это первые люди, которых могут уволить в связи с ликвидацией организации или ЭП. Вторые люди, которых наниматель предупреждает о возможном сокращении штата работников. И третьи сотрудники, которые по инициативе нанимателей находятся во временном простое или работают неполную рабочую неделю. За три месяца до предполагаемого увольнения они уже находятся в поле зрения центров занятости, которые им за это время подыскивают новую подходящую работу. Законодатели говорят, нынешние изменения в законе о занятости самые масштабные за 10 лет. О том, какое они дадут эффект, говорить пока рано. На этот вопрос сейчас, наверное, в силах ответить только время. Дмитрий Байрович, Алексей Колупанко, Телекомпания СТВ. Нефтяные площадки снова штормит. Котировки декабрьских фьючерсов развернулись и скользят вниз. На сей раз причиной стали новости из Ирака. Какие требования местные добытчики выдвинули ОПЕК, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Ирак вразрез решением Организации страны-спортеров нефти отказывается сокращать добычу сырья. В результате углеводороды дешевеют, а стоимость барреля опять близка к отметке в 50 долларов. Позиция Ирака жесткая, и уровень добычи определяет суверенитет государства, уверенно правительство страны. Помимо азиатских новостей, на рынок влияет информация из-за океана. В США подтвердили рост числа буровых установок. На фоне снижения цен на нефть, белорусский рубль продолжает укрепляться. На валютно-фондовой бирже относительно американской валюты он подорожал на четверть копейки. На вторник курс доллара составит 1 рубль 90 копеек. Евро потерял более половины копейки, завтра по Носбанку 2,07. Российская валюта укрепилась на несколько пунктов. В итоге за 100 российских можно купить 3 рубля и 5 копеек белорусских. 1 миллион 200 тысяч рублей принес уикенд участникам столичных сельхозярмарок. В общей сложности с начала осени продано более 8,5 тысяч тонн овощей, без малого 300 тонн мяса и 125 тонн рыбы. Сезон в разгаре, а выручка уже близка к прошлогодней, свыше 7,5 миллионов рублей. Производители принимают участие в ярмарках бесплатно, не имеют посредников и обеспечивают доступные цены. Например, килограмм картофеля этой осенью в среднем стоит от 13 копеек. Капуста, морковь, свекла и лук от 20 копеек за килограмм. Ценовой диапазон за килограмм яблок от 40 копеек до 1 рубля и 30 копеек. СТО, мойки и магазины шаговой доступности. Три кита малого предпринимательства. Именно под такие объекты сегодня ищут землю представители бизнеса. С начала года в столичном регионе продано более полутысячи земельных участков малой площади. На них сегодня самый большой спрос. Короткий кредит сокращает переплату в два раза, а длинный заем позволяет вдвое снизить ежемесячные выплаты. К такому выводу можно прийти, оценив предложение финансовых ресурсов от белорусских банков. Ставки по кредитам, например, на полгода и на 12 месяцев отличаются. Чем короче, тем ниже процент. Разница от 1 до 6 пунктов. Краткосрочные займы обойдутся в среднем в 30-32% годовых. Кредиты от года стоят 34-36%. Таковы основные деловые новости понедельника. Мы держим руку на пульсе экономики. Сергей. Спасибо. Юрий Табулин с обзором деловых новостей. Беларусь возобновила поставки нефти из Азербайджана. Почти 85 тысяч тонн сырья разгружено в Одесском порту. Сюда его доставил танкер. Нефть предназначена для переработки на Мозырском НПЗ. Технологическая оснащенность предприятия позволяет работать с различными сортами нефти. Как пояснили в Белнефтехиме, прорабатываются различные варианты поставок в связи с недозагрузкой белорусских перерабатывающих заводов российским сырьем. Его поступления в третьем квартале этого года сократились более чем на 2 миллиона тонн. Беларусь готова к сотрудничеству с Намибией. Эта республика находится на юго-западе африканского континента. Для ее посещения белорусам не требуется виза. Дипломатические отношения между странами установлены 15 лет назад. И впервые за эти годы сегодня в Минске принимали министра иностранных дел Намибии. Стороны видят большой потенциал для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, машиностроения и горнодобывающей промышленности. Сейчас формируется полноценная договорно-правовая база двусторонних отношений. Мы должны уделять больше внимания нетрадиционным рынкам в странах дальней дуги. И африканский континент представляет в этом плане для нас огромнейший интерес. Мы хотим друг для друга быть друзьями, надежными партнерами. Во время переговоров разработали своего рода стратегию двустороннего сотрудничества и взаимодействия. И мы ожидаем, что в следующем году будет подписано большое количество соглашений и контрактов. Проекты в сфере образования, туризма и науки сегодня обсуждались также на встрече в правительстве. Ожидается, что уже нынешней осенью состоится визит белорусской делегации в Намибию для участия в инвестиционном форуме. Евросоюзу грозит развал. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Политик считает, что ЕС находится в зоне турбулентности. А всему виной целая цепочка событий последних лет. Финансовый кризис, постоянный приток беженцев в Европу, а теперь еще и шок от Брексита. Все это заставляет государство Старого Света заботиться в первую очередь о своих проблемах. А дела союзные отходят на второй план. Чтобы избежать крупнейшей геополитической катастрофы 21 века, МИД Германии намерен запустить специальный проект. Он призван помочь улучшить мнение о ЕС в западноевропейском обществе. Во Франции ликвидируют крупнейший нелегальный лагерь беженцев, известный как джунгли. Жителей стихийного пристанища разделят по категориям и увезут в другие лагеря. Мигрантам на выбор предоставляют два из французских регионов, исключая Корсику и Париж. Первый автобус с беженцами уже выехал в направлении центра размещения для мигрантов. Ожидается, что сегодня Кале покинут около трех тысяч человек. Напомню, в прошлом месяце власти заявили о демонтаже джунглей. К слову, к такой мере неоднократно призывали местные жители. Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета в районе Мальты. Ими оказались сотрудники Минобороны Франции и владельцы воздушного судна. Они направлялись в Ливию по заданию таможенной службы. Специалисты должны были выявить маршруты нелегальных перевозчиков людей и наркоторговцев. Машина рухнула практически сразу после взлета. Обломки разлетелись за пределами аэропорта, попав на территорию воинской части и близлежащие шоссе. Сейчас выясняются причины крушения. В Германии 50 школьников отравились неизвестным газом. Инцидент произошел в школе небольшого городка на юге страны. Все пострадавшие дети доставлены в местные больницы. Учебное заведение эвакуировано и закрыто. Пока неизвестно, что это было за вещество и откуда произошла утечка токсичного газа. Пожарные изучают место происшествия. А пострадавших, как ожидается, отпустят из больницы в ближайшие дни. Научное открытие сделали гродненские школьники. Вместе со своим учителем они обнаружили в городе оборонительные валы времен Северной войны, которые считались утраченными. Открытие удалось сделать благодаря исследованию оборонительной системы Гродно. В гимназии признаются, что информацию приходилось собирать по крупицам, так как сооружение 300 лет недавности. Это малоизученная страница истории. В свое время именно этот ряду спас Гродно от нападений армии короля Швеции Карла XII. Отыскать сохранившиеся части валов помогли современные технологии. Путем наложения двух карт друг на друга стало видно, где проходила оборонительная граница города. Мы работали прошлый год на темы этой работы. Мы выезжали на места, где сохранились эти бассейнные укрепления. И, в принципе, искали информацию по этой войне. Сегодня оборонительные валы XVIII века стали частью городского рельефа. Не специалисту их сложно отыскать вокруг современной постройки и парковки. Но, возможно, открытие школьников и гродненского учителя истории станет шагом к развитию исторического туризма в западном городе Беларуси. Небольшое открытие, которое мы сделали, безусловно, но интересно. Интересно хотя бы потому, что далеко не каждый город может похвастаться наличием у себя земляных укреплений XVIII века. Наш город может это сделать. Кроме того, насчет, например, развития туризма – это еще одна интересная черта, еще одна интересная плюс для приезжих, например, для гостей нашего города или даже для гродненцев. И напоследок о погоде, которая не устает удивлять. На завтра в стране объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещают не только сильные ливни, порывистый ветер, но и мокрый снег. Больше всего достанется северо-западным районам. Там стихии разгуляются в полную силу. В целом, такая неустойчивая погода сохранится до конца октября. И на этом пока все. Больше новостей найдете по адресу в интернете mctv.by. Репортажи, эфирное видео, всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Итоги понедельника подведем в 22.30. В студии работал Сергей Прохоров. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok